10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Вот главные темы дня. Взрыв в Ахтау. Спасатели назвали предварительную причину происшествия. Использование пенсионных. Вот басы-банки рассказали, когда и на каких условиях можно будет пополнить депозит за счет накопленных денег. Исчезнут с лица земли. Какие шесть мегаполисов могут уйти под воду уже в этом десятилетии? Об этом и не только прямо сейчас. Предварительной причиной взрыва в двухэтажном здании в Ахтау стала утечка газовоздушной смеси. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Под завалами они обнаружили еще два газовых баллона. С нами на связи из Ахтау наш СОПКОР Динара Нургалиева. Не так, Динара, какой располагаешь информацией к этому часу? Арстан, мы продолжаем работать на месте происшествия. Здесь спасатели ведут расчистку периметра от обломков, где вчера ночью произошел мощный взрыв. При свете дня видно, что двухэтажный комплекс пострадал полностью. От кафе практически ничего не осталось. Объем работы у сотрудников ДЧС очень большой для мусора. И его сбора был организован специальный полигон вблизи села Баскудук. Это Монолинский район. Силами коммунальных служб туда уже вывозятся обломки. На данный момент их главная задача, задача спасателей убедиться в том, что под развалами нет людей. В работе задействовано 70 спасателей и один кинологический расчет. Помогают им при этом сотрудники полиции. Периметр полностью на данный момент отцеплен. Официальное подтверждение по пострадавшим и жертвам пока нет. Приемный покой, как сообщили в пресс-службе областной больницы, никто пока не обращался. Ущерб от взрыва будет установлен после проведения экспертизы. Сейчас рядом со мной Амантай Джаумбатов. Это заместитель начальника управления полиции города Актау. Хочу у вас узнать. Кафе, в котором прогремел взрыв, расположено у проезжей части. На камеры наружного видеонаблюдения вчера инцидент попал. Было видно, что рядом проезжали легковые автомобили. Пострадали ли водители? В данной ситуации водители автотранспортного средства не пострадали. Все поврежденные автотранспорты полиции были доставлены на штрафстоянку. После разбережья будут выданы обратно владельцам автотранспорта. Это сколько было автомашин? Это 11 автомашин было доставлено. Насколько мне известно, сейчас заведено уголовное дело? Так точно. Заведено уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан по пожарной безопасности. Кто будет нести ответственность? Это только после расследования, после всех фактов будут выяснены, кто виноват и приняты меры по ним. Благодарю вас. Озвучивая предварительную версию, спасатели говорят о нарушении правил пожарной безопасности. Возможно, утечка газа стала его основной причиной. Детали инцидента будут известны чуть позже, а именно после проведения экспертизы. Но прежде спасатели должны расчистить весь периметр. К этому часу у меня все. Спасибо, наш субкординара Нургалиева информирует нас из Октав. Субкординара Нургалиева информирует нас из Октав. К новостям экономики. Открыть или пополнить депозит от Басыбанки за счет пенсионных накоплений можно будет уже в декабре. В жилищном институте ожидают, что все законодательные изменения начнут действовать в Казахстане до конца этого года. Если все пройдет по плану, то приятным бонусом для вкладчиков станет начисление государственной премии, которая как раз приходится на этот период. О некоторых деталях в обзоре деловых новостей расскажет Камила Тастанбекова. Субкординар Нургалиева информирует нас из Октав. Окончательные условия перевода пенсионных накоплений на депозит станут известны после утверждения правил. Необходимые изменения готовит Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Тем временем в жилищном институте сообщили, что многие казахстанцы ждут новых возможностей и открывают жилищно-сберегательные счета. Это подтверждают и цифры. За последние три месяца в отбасы банке появилось более 142 тысяч новых депозитов. Всего же их свыше двух миллионов. Есть среди них и те, которые вкладчики по разным причинам не пополняют. Почему так важно, открыв депозит, регулярно его пополнять, объяснила начальник управления развития бизнеса центрального филиала отбасы банка Марина Орымбаева. По словам специалиста, забывчивость вкладчиков отражается на их оценочном показателе. Он учитывается при выдаче жилищного займа. От него же зависит процентная ставка. Напомню, займы в отбасы банке предоставляются по ставке от 5 до 3,5%. Срок кредитования до 15 лет. Если клиент не пополнял свой депозит вовремя, то сразу воспользоваться льготными условиями он не сможет. Даже в том случае, если к концу его действия накопительного счета перечислил на него 50% от стоимости квартиры, которую хочет приобрести. Займ банк выдаст, но он будет промежуточным, а значит проценты по нему выше. На протяжении трех лет деньги на счету будут набирать оценочный показатель. После этого кредит переходит в разряд жилищного. Проценты снижаются, но здесь может увеличиться его срок. Потому что первые, скажем, три года клиент будет платить только проценты. Через три года он переходит на жилищный заем, то у него будет процентная ставка, скажем, 5%. Банк может выдать займ до 6 лет. Выходит первые три года плюс 6 лет и общий срок 9 лет. За 6 лет клиент уже будет возвращать остаток основного долга плюс проценты банку. И его ежемесячный платеж будет разбит на эти 72 месяца. И продолжая кредитную тему, прежде чем ставить свою подпись в договоре, нужно взвесить все за и против. На что обратить внимание, идя на сделку с банком, рассказали эксперты финграмота КИЗ. Чтобы займ не стал головной болью, рекомендуется начинать процесс изучения кредитных предложений на рынке. Нужно почитать отзывы других клиентов банка, а еще лучше изучить финансовые сводки, навести справки об его репутации. Также следует узнать про годовую эффективную ставку вознаграждения. Чем она ниже, тем выгоднее для клиента условия кредитования. Способ погашения должен быть удобным, отмечают специалисты финграмоты. Важно обращать внимание на сроки. Не забывайте уточнять у менеджера условия частичного или полного досрочного погашения. Есть ли такая возможность, чтобы на любом этапе не возникло штрафов и переплат. И всегда изучайте кредитный договор перед его подписанием. Отмечу, с прошлого года в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поступило свыше 34 тысяч обращений от казахстанцев. Из них почти 70% пришлось на банковский сектор. Анализ показал, что чаще всего граждане обращались к регулятору из-за просрочки по кредитам и реструктуризации своей задолженности. И о событиях в мире. Самый богатый человек планеты Илон Маск заявил, что готов продать 10% своих акций Тесла, если так решат его подписчики. Агентство Reuters подсчитало, что это составляет 21 миллиард долларов. На днях бизнесмен запустил голосование в Твиттер и попросил совета у своих подписчиков, продавать акции или нет. По словам бизнесмена, провести опрос его подтолкнули слухи об уклонении от налогов. Маск отметил, что продажа акций для него – это единственный способ их платить, так как зарплату или бонусы он нигде не получает. В голосовании приняли участие уже около 2 миллионов пользователей Твиттер. Больше половины поддержали идею предпринимателя. Отмечу, что Илон Маск занимает первое место в рейтингах богатейших людей планеты по версии Forbes и Bloomberg. Его состояние превышает 300 миллиардов долларов. В конце октября бизнесмен выступил против инициативы о налоге на миллиардеров. По его мнению, это не может решить проблему госдолга США. Таким был деловой обзор на сегодня. До встречи. Восточно-Казахстанская область перешла в зеленую зону по темпам распространения коронавируса. Положительная динамика наблюдается еще в девяти регионах. В красной зоне остаются четыре региона – Кустанайский, Павлодарский, Акмуринский и Североказахстанский. В Казахстане зафиксировали резкое снижение числа зараженных за сутки, чуть более тысячи новых случаев. Больше всего инфицированных в Североказахстанской области и Павлодарской. Замыкает тройку антилидеров Алматы свыше 40 тысяч человек. Продолжают получать лечение от ковида. По данным Минздрава, в тяжелом состоянии находятся свыше 500 пациентов. И данные по вакцинации. Первую дозу получили почти 8 миллионов 410 тысяч человек. Полностью иммунизировались свыше 7,5 миллионов. Президент Сербии получил бустерную прививку от коронавируса. Александру Вучичу поставили китайский препарат Синофарм, которым ранее он уже прививался дважды. После процедуры сербский лидер поблагодарил всех медицинских работников и призывал граждан пройти вакцинацию. Спасибо всем за ваше ответственное поведение, за то, что вы призываете людей пройти вакцинацию. Я также призываю всех сделать прививку. Я даже не почувствовал укол иглы. К вакцинации призывают и российские ученые. Распространение инфекции можно победить в течение нескольких месяцев, если нарастить темп иммунизации. Так считает директор Центра Гамалеи Александр Гинсбург. Напомню, в России с 30 октября по 7 ноября были введены ковидные каникулы. Впрочем, такие ограничительные меры в отрыве от вакцинации практически бесполезны, уверен Гинсбург. Полный курс прививок у соседей прошли 57 миллионов человек. Какое государство можно назвать ведущей экономической державой мира? Принято считать, пишет французское издание Фигаро, что Соединенные Штаты остаются первой в мире экономикой, а Китай понемногу их догоняет. Тем не менее, бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Рафарен недавно назвал Народную Республику первой экономикой мира по паритету покупательной способности. Фактически происходит гонка за мировое лидерство, то, что называется ловушкой фукидида. То есть, когда держава номер один видит приближающуюся державу номер два и не соглашается с этим, а держава номер два уже представляет себя на месте державы номер один, заявил Жан-Пьер Рафарен в одном из интервью. Автор статьи Алексис Ферчек проверил факты и подтверждает. По паритету покупательной способности Китай действительно первый в мире, причем с 2017 года. Однако это не способно скрыть слабости китайской экономики, пишет автор. Страна, ставшая мировой фабрикой в 1980-х годах, все еще во многом зависит от своего экспорта. Потребление ее среднего класса еще далеко от достаточного. К тому же непрозрачный долг Китая, составляющий более 300% его ВВП, представляет собой еще один риск, нависший над экономикой. Ученые научили роботов размножаться. О революционном открытии материал египетского издания SASA Post. Профессор Эдинбургского университета Эмма Харт и ее команда программистов и робототехников создали искусственный интеллект, способный не только эволюционировать по принципам теории Дарвина, но и позволяющий роботам производить себе подобных. Почему же люди от науки пытаются научить роботов развиваться автономно? Ученые все еще мечтают о колонизации космоса, но до этого необходимо создать благоприятные для людей условия на других планетах. Этим как раз и занимаются специалисты, разрабатывая роботов и программы искусственного интеллекта. Новое поколение роботов, созданное Эммой Харт, самовоспроизводится с помощью 3D-принтера. Ученые взяли за основу теорию эволюции Дарвина. Только если обычно требуются миллионы лет, чтобы виды эволюционировали и таким образом адаптировались к окружающей среде, то разработка искусственного интеллекта может произойти в считанные часы путем моделирования эволюционных процессов в компьютерах, оснащенных соответствующими алгоритмами и базами данных. Как же роботы будут размножаться? По сути, это будет нечто похожее на процесс спаривания, в ходе которого набор данных из одной программы искусственного интеллекта будет перетекать в другой, создавая то, что выглядит как два генетических кода в одном. Иначе говоря, это будет новая программа, которая получит одни алгоритмы от матери, а другие от отца и в конечном счете сможет изменять свой внешний вид, поведение и развиваться как люди. Полное прекращение вырубки леса через 8 лет. Пустые обещания или работоспособный план? Договоренность, принятую на климатическом саммите в Глазго, защитники окружающей среды критикуют как недостаточную. Deutsche Welle передает, декларацию поддержали более 100 стран, на долю которых приходится свыше 85% мировых лесов, включая тайгу в Канаде, тропические леса Амазонки в Бразилии и тропические дождевые леса в бассейне реки Конго. Договоренность предполагает выделение порядка 20 миллиардов долларов, часть из которых будет направлена на борьбу с лесными пожарами и восстановление уже пострадавших лесных территорий. Экологическая организация Greenpeace раскритиковала договоренность, потому что та фактически дает зеленый свет еще одному десятилетию вырубки лесов. О пользе дедлайнов пишет издание OEREC Alert. Насколько эффективность выполнения работы зависит от поставленных сроков, оценили исследователи из Австралии и Новой Зеландии. Согласно результатам свежего исследования, у людей с более длинными дедлайнами наблюдалось больше случаев прокрастинации. В своем эксперименте ученые из университетов Макуори и ОТАГО решили провести среди участников онлайн-опрос. Их разделили на три группы по срокам дедлайнов. Одни должны были ответить на вопросы анкеты в течение месяца, другие — в течение недели, а перед третьими вообще не ставили конкретных сроков. Самая большая доля пройденных опросов была в последней группе. При этом, если срок дедлайна равнялся месяцу или более, участники часто забывали о задании. Быстрее всего опрос проходили те, перед кем ставили недельный дедлайн, или не ставили его вообще. В то же время срок выполнения длиной в месяц давал людям возможность прокрастинировать, отмечают исследователи. Ранее американский исследователь Питер Грант назвал прокрастинацию свойством творческих личностей. По его мнению, зачастую прокрастинация позволяет прийти к более эффективному решению какой-либо задачи. Мы продолжаем. В Мангистауской области дороги рассыпаются под колесами большегрузных машин. На состояние асфальта жалуются жители села Щитпе. Сельчане уверены, переполненные самосвалы, которые выезжают с соседних карьеров, стали главной причиной разрушения внутрепоселковых дорог. К примеру, на участке, который был реконструирован всего два года назад, образовались глубокие ямы. Кто же понесет ответственности, будет ли ремонт дорог, подробности в следующем материале. Сплошные ямы и ухабы. А ведь эту дорогу ремонтировали всего два года назад. Сейчас местные жители в шутку называют «Это асфальтное полотно – полосой препятствий». Это все из-за большегрузных машин. С местных карьеров они перевозят щебень. Из положенных восьми тонн на ось эти шахманы набирают по 20-30 тонн. Под их тяжестью образуются волны на дорогах и ямы. Мы уже и знак повесили для водителей грузовиков, но эффекта нет. В реконструкцию этой дороги вложили много бюджетных денег, но, как видите, толку мало. Наша центральная дорога после дожди выглядит, как водоем. Знак у автодороги появился давно. На его установке настоялись сами сельчане. Но это не помогает. Для того, чтобы понять, насколько сейчас изношена дорога, в Щитпе пригласили специалистов мобильной лаборатории Национального центра качества дорожных активов. Обычно летом, когда температура асфальта повышается, переполненные большегрузы своим многотонным весом продавливают дорожное полотно. Сейчас глубина ям составляет 6-8 сантиметров. Полное заключение будет после лабораторных анализов. Дорога на гарантию подрядной компании, которая ее строила, поэтому они до конца года должны будут устранить все неровности. В этом же селе районы власти хотят реконструировать еще один дорожный участок протяженностью 18 километров. Из республиканского бюджета на работы уже выделено больше 800 миллионов тенге. Правда, как долго сможет прослужить новое асфальтное полотно, неизвестно. Соседство с карьерами, откуда и едут перегруженные самосвалы, не оставляет шансов новым дорогам. Динара Нургалиева, Рина Дусалиев, Магисталская область, Хабар, 24. Шесть мегаполисов могут уйти под воду уже в этом десятилетии. Об этом свидетельствуют данные организации Climate Central. Под ударом стихии столица Нидерландов Амстердам, главный порт Ирака, город Басра, американский Новый Орлеан. Также в списке итальянская Венеция, вьетнамские Хошимин и Калькутта в Индии. Этим городам грозит полное или частичное затопление из-за изменения климата. По расчетам ученых, на первой линии повышение уровня моря окажется именно Амстердам. За последние два года уровень арктического льда снизился до рекордного значения. Тайние ледников и глобальное потепление в северном ледовитом океане уже привело к увеличению количества экстремальных наводнений. Жители Казахстана могут колесить по степи на немецких авто, вернее могли колесить на немецких авто еще в начале прошлого века. Историки раскрыли сведения о казахе-капиталисте, сумевшем договориться с иностранцами о запуске масштабного производства машин. Что помешало реализовать амбициозные планы, расскажем после рекламы. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Немецкие автопроизводители могли наладить выпуск машин в Казахстане еще в начале прошлого века. Ключевую роль в этом сыграл предприимчивый казах, заключивший контракты с иностранными компаниями. В свое время он первым колесил в степи на автомобиле. Свет на малоизвестные любопытные факты пролили историки. Курмангалику Щегулов, так звали владельца, первого автомобиля, доставленного в тогда еще Акмолинск из Санкт-Петербурга. В свое время, а это был 1914 год, семья Кущегуловых была достаточно известной, говорят историки. Владела кондитерской фабрикой и большим торговым домом, расположенным на территории нынешней столицы. Это был караван-сарай с 80 магазинами. Он одним из первых поступил среди казахов в российский институт. В те же годы проходили первые соревнования по автомобильным гонкам. В одном из таких турниров Курмангали принял участие и занял первое место. А в качестве приза получил автомобиль. Исторические факты указывают на то, что предприимчивый казах предвидел перспективы автомобилестроения. Курмангали разработал масштабный проект по производству машин в Акмолинске. Он даже заключил контракт с немецкими компаниями. После подписания контракта из Германии приехали немецкие инженеры. Однако строительство завода сорвалось. А все потому, что конфликт между Россией и Германией перерос в затяжную Первую мировую войну. Ну а дальше в планы казахского капиталиста, который хотел наладить производство автомобилей в степи, вмешалась советская власть. Начались гонения и аресты. Все имущество Кощегуловых было приватизировано. Они остались ни с чем. Из будущей столицы Курмангали пришлось уехать. Как отмечают историки, он умер в полной безвестности в 1954 году в Шимкенте. Сабина Балашкина, Рауан Мунбаев, Жан-Дос Битабаров, Хабар, 24. Уникальную находку обнаружили итальянские археологи. Совершенно неповрежденная комната, в которой жили рабы, была найдена при раскопках в пригороде древнеримского города Помпеи. Она проливает свет на жизнь людей в те времена, когда проснулся вулкан Везуви. В тесном помещении площадью 16 квадратных метров было только одно маленькое окно. Здесь три кровати. Это крайне простые предметы мебели малоизвестного типа. Так что мы считаем, что рабы, которые здесь работали, приходили сюда, чтобы поспать. Две кровати чуть побольше, а значит на них спали взрослые. И одна поменьше, для ребенка. Возможно, здесь жила небольшая семья. На тот момент, когда Помпеи оказались погребены под слоем пепла в результате извержения вулкана, в городе проживало примерно 19 тысяч человек. В последние годы здесь активно ведутся археологические раскопки. Продолжение следует... Продолжение следует... В республиканском беговом челлендже 100 км плюс, который охватил все кадахстанские города, участвует и наша коллега, собственный корреспондент в Павлодарской области Ахмарал Есимханова. В последние годы она увлекается спортом и практически не пропускает массовые забеги в нашей республике. Покорила ультрамарафонскую дистанцию в 50 км и как все спортсмены-любители ставят перед собой амбициозные задачи. Бегать на улице это особая культура, думаю, для бегуна, в отличие от манежа, либо спортзала, беговой дорожки. Но на улице это, конечно, особый момент, когда мы приходим на нашу любимую набережную, которая самая длинная в Казахстане и красивая. Это все, я думаю, стимулирует, чтобы мы сделали качественную, хорошую тренировку. Именно тренировочный процесс формирует физическую подготовку спортсмена. Ахмарал не пропускает ни дня. Каждое утро перед пробежкой разминка до 10 км дистанция и непременно занятия в зале. В первую очередь это ответственность перед собой, перед своим организмом. Также очень важно в этом виде спорта, хоть и любительском, конечно же, дисциплина. Без дисциплины не будет ни результата. Больше года Ахмарал тренируется по специальной программе. Выполняет все рекомендации тренера. За ее спиной только с начала года почти 3000 преодоленных километров и одна горная вершина. Восьмой километр. Ахмарал, скажи, пожалуйста, что самое сложное в тренировочном процессе? Чтобы улучшить технику и выносливость для любителя бегуна, есть очень много простых упражнений. Например, есть лестничные, которые улучшают технику и выносливость. Утренняя пробежка придает бодрость и заряжает энергией на весь день. И даже если тренировки расписаны по часам, делать новости – ее основная работа. Этот репортаж об участнике челленджа «100 километров плюс» Ахмарал готовила с чувством большой ответственности. Уже тогда она присоединилась к масштабной акции. Именно такие челленджи мотивируют встать с дивана, надеть кроссовки, выйти на пробежку, развивать свою физическую подготовку, заниматься профилактикой болезни, особенно когда сейчас, во время пандемии, это очень важно, беречь себя, улучшать свой иммунитет. Впереди много спортивных вершин. Мечтает участвовать в знаменитых международных марафонах и покорить легендарную дистанцию от Афин до марафона, где, собственно, он и зародился. Ербулабиша, Самат Аспанов, Барат Ильков, из Павлодара, Хабар, 24. Участница орбитальной миссии «Шэньчжоу-13» Ван Япинь стала первой в истории Китая женщиной-астронавтом, совершившей выход в открытый космос. Накануне 41-летняя китаянка совместно со своим коллегой покинула модуль «Тянхэ» для проведения штатных работ. Тайканавты подготовили к испытаниям робот-манипуляторы и провели за бортом больше шести часов. Миссия экипажа продлится полгода и продолжит работу по созданию полноценной орбитальной станции Китая. В полной мере объект с тремя стыковочными узлами и массой 66 тонн начнет функционировать в следующем году. Продавать на аукционе госпредприятие 6 раз за дорого, а в итоге отдать за дешево. О самом громком в социальных сетях программа «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно. Устраивайтесь поудобнее. Стартуем. И стартуем с продолжения истории о продаже предприятия, которое занимается водоснабжением города Мамлюбка в СКО за 100 тенге. Канал «Тингистан» пишет, его все-таки продали, а аукцион состоялся. Эпопея длилась долго. Цену постоянно сбивали. Все началось 6 лет назад с продажи на аукционе госпредприятия «Коммунсервис», которое пытались продать 6 раз. Сначала за 913 миллионов тенге, затем с каждым разом цена менялась, пока в конце 2016-го на аукционе стартовая стоимость предприятия не упала до 222 миллионов тенге. И превратилось оно в ТО «Мамлюбска-1», которое тоже быстро стало убыточным. Предприятия продали за 203 тысячи тенге дешевле первоначальной оценочной стоимости в 4380 раз. И в сети поднялось обсуждение этой истории. Все решили активно поднять эту тему сегодня. И возникает резонный вопрос, пишут комментаторы. Где же вы раньше-то были? Еще бы после раздачи долгов предприятия и налаживания там работы начали бы обсуждать. И добавляют, припозднились ребята, однако. Одной из главных тем в сети стал сбой системы в одном из банков, после которого на счет жителя Кустаная поступили 416 миллионов тенге. Орда сообщает, 55-летний предприниматель положил на свой счет 500 тысяч тенге. После этого из-за ошибки банка ему на карту за два дня на счет поступило еще 830 раз столько же. Но на этом история не закончилась, пишет ЗТБ. Бизнесмен не стал выяснять в банке, откуда на счету взялась такая огромная сумма денег. И вместо этого он стал перечислять средства с карты знакомым и друзьям по стране, чтобы они смогли снять их и вернуть ему. Такую просьбу он объяснял знакомым проблемами с картой. История для мужчины закончилась плохо. На него завели уголовное дело, а суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. Ну, что ж сказать, пишут комментаторы, это печально. Мы ему сочувствуем чисто по-человечески. Но в мире, где ты решил взять чужие деньги, по-другому ведь не бывает? Нет? Телеграмеры рассказывают о неожиданном повороте в деле с роботом. Он заменит в Казахстане судей. Частично. Машине доверят принятие решения по таким делам, как условно-досрочное освобождение, санкции, выезд за рубеж, а таких в стране накопилось около 400 тысяч. Про бота рассказали в Верховном суде. Его разработали, чтобы разгрузить судей. Он будет выносить решения. От жреца Амфемиды надо будет только ставить подписи. Хорошо, что он один не будет профсоюза и жалоб на переработку. Но если роботы захватят мир, хочу официально заявить. Я против использования робота в таких рабских условиях. Далее пост предостережения от Алматы Грам. Ребят, плохие новости. Непрошедшим перепись населения казахстанцам грозит штраф. Оказывается, в стране за непрохождение переписи законодательно предусмотрено наказание. В административном кодексе существует ответственность за непредставление первичных статистических данных. Статья 497. Для обычных граждан это штраф в размере 10 МРП. 29 170 тенге. Но есть и хорошие новости. Во-первых, наказание никогда не применялось ранее. И на практике никого не штрафовали. А во-вторых, есть еще один шанс успеть пройти перепись онлайн. Сегодня последний день. Файнанский Зет пишет, что большинство казахстанцев отнеслись к переписи очень ответственно. По данным Национального бюро статистики, на 1 ноября перепись прошли 19 450 179 человек. Или 100,2% страны от всего населения. Мы не закончим историей о юном стартапере из Павлодара. Ти Павла рассказывает, как один юнец собрал у себя дома коллекцию краденой техники. Десятилетний мальчик вынес из одного магазина игровую консоль, квадрокоптер, геймпат, умную кнопку безопасности и другие товары. В раскрытии серии «Краш» помогли видеокамеры, установленные в магазине, владелец которого и обратился в полицию. В разговоре с полицейскими ребенок сообщил, что давно мечтал об этих модных игрушках, поэтому часто ходил в торговый центр и приглядывался, а потом и вовсе стал брать гаджет из прилавка домой. Мальчик был удивлен визитом полиции, ведь он не ожидал, что попадется. А комментаторы, что в магазине с техникой никто не заметил, как малец в течение недели выносил коробку за коробкой, и что не сработала ни одна система сигнализации. У нас все, в соцсетях есть еще много интересного, заходите и читайте. Мы вновь в эфире на выставке в Турции представили больше 400 экспонатов, рассказывающих о важных этапах становления Казахстана. Среди них коллекции одежды, военные снаряжения и даже белый войлок, расстеленный на инаугурации первого президента Нурсултана Назарбаева. Это мероприятие, а также конференция на тему «Тюркский мир, история, современность, будущее» прошли на базе Национальной библиотеки Турции. Оба события приурочены к 30-летию независимости нашей страны. Процессы модернизации, наследие тюркской цивилизации, а также вклад и роль Ельбаса в единении тюркских народов обсудили на международной конференции в Национальной библиотеке в Анкаре. Она собрала известных политических и общественных деятелей. Результатом их встречи стали подписанные меморандумы о сотрудничестве в библиотеке первого президента Казахстана с Национальной библиотекой при администрации президента Турции и Советом сотрудничества тюркоязычных государств. Не случайно два мероприятия прошли в Турции накануне 30-летия независимости Казахстана, потому что Турция – братское государство, которое первым признало нашу независимость и всегда нас поддерживало. В ходе мероприятия широко освещалась деятельность первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, лидера современного тюркского мира, потому что с его именем напрямую связаны не только достижения нашей страны, но и большие достижения в интеграции тюркских народов. К слову, уникальные экспонаты, связанные с Ельбаса, были представлены на выставке «Казахстанский путь. Тюркское единство», которая также прошла в Национальной библиотеке Турции. Она состоит из трех разделов. Всего презентовано больше 400 предметов. Они отражают основные этапы развития нашей страны. Среди них коллекции одежды и военного снаряжения. Когда мы думаем о Казахстане, мы думаем о президенте Нурсултане Назарбаеве. Поэтому мы рады, что такая выставка проходит в Национальной библиотеке. Это самая большая библиотека в Турции. За полгода ее посетили более 600 тысяч человек. А в разделе «Тюркское единство» можно лучше понять дипломатические отношения, связывающие Казахстан и Турцию. Там презентованы коллекции наград, официальные документы и материалы личной переписки руководителей двух стран. Гульнара Жендагулова, Вероника Боярова, Мируэрт Канагат, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня.